Эскимосские лодки и индийские пироги Байдарка и канои – это как один вид спорта, но лодки совсем разные Но почему в один вид его воткнули? Она безуключенная Считается, что в руках весло и упора никакого нет Как вот, например, на шлюпке там вот уключено, в уключено весло вставили Или это безуключенные гребли И за это в один вид Когда приходят новички у нас, мы сажаем и туда, и туда, но на байдарку больше идет Процентов 70 на байдарку идет, 80 даже может быть, 20 на канои Еще Николай II, он тоже греб на байдарке И с Питера пошла вся гребля у нас в России В Ульяновск пришло где-то в 50-е, 60-е года Сюда приехал Геннадий Степанович Лукьянов, тренер наш Он в Питере отучился и приехал сюда по распределению и открыл здесь отделение гребли И вот с него и началась гребля Ульяновская У нас были призеры Кубков мира и победители Сейчас у нас два члена основного состава сборной Никулин Андреет, каноист И байдарочница Баранова Варвара Она вот у нас является и призером Переденства мира Победительницей Переденства Европы Байдарка от кано отличается в принципе и конфигурацией И веслом, и конфигурацией, ну всем В байдарке сидишь на сляде, сиденье такое специальное И гребешь веслом с двумя лопастями С правой и с левой стороны Там есть руль, которым рулишь В смысле прям руль? Да, там руль между ног Он получается рулит И ты его то одно ногой, то другое Ногами рулит, получается Ногой поворачиваешь его, и лодка рулится, право-влево А канои стоишь на колене и гребешь с одной стороны И весло служит и рулем тебе, и средством передвижения Скажем так А байдарки бывают одноместные, двухместные, трехместные И канои тоже Одноместная одиночка, двойка двухместная И четырехместная, четверка, четырехместная И байдарки и канои есть И в байдарках, получается, четыре руля на всех Нет, один руль, четыре грибца Они как-то прошли какую-то эволюцию? Вот были раньше такие, с каждым годом Ну, из чего вообще их делают и канои, и байдарки вообще? Да, эволюция была большая Если взять там 60-е годы, 50-е Канои и байдарки, это такие корыта Из фанеры, из дерева сделанные Ну, неприподъемные Сейчас это из карбона все делается И ширина, если раньше была Ну, сейчас в раза два Если не в три, то уже лодки стали Соответственно, скорость выросла А максимальный вес вот этой лодки? Да, они определенный вес и длину имеют Ну, какие вот можете перечислить стандарты? Ну, стандарт одиночка байдарка весит 12 килограмм Канои 14 на соревнованиях Перед каждым стартом на соревнования грибцы проходят весовой контроль Взвешивают лодки на электронных весах, оборудованных специальной подставкой При недовесе спортсмена могут снять с соревнований Правилами также разрешено добавить дополнительный груз, который крепится неподвижно к лодке Ничего хорошего нет и в лишних граммах Они значительно уменьшают скорость лодки, что прямо влияет на результат А есть какой-то определенный производитель, страна, где эти лодки? Или сейчас все вообще производят? Есть, да Где в основном? В основном тренировочные у нас в России делают где-то фирмы 3-4 Ну, качество так, среднее А в основном гоночные делают это Европа А сколько стоит примерно вот одна средняя статистическая Одна байдарка и одно каноэ? Примерные цены? Одиночка стоит где-то 1080, это тренировочные А гоночные, ну, уже на чемпионатах, если выступать, где-то в районе 500 тысяч Вот так сейчас Тренировочные весло где-то в районе 20 тысяч Гоночные где-то 40, в два раза дороже То есть, я правильно понимаю, уважающий себя спортсмен должен иметь и тренировочную, и гоночную лодку? Ну, в основном нет Достаточно будет гоночной А вы называете их как-то, допустим, ну, яхтсмены там яхты свои называют? У вас как-то принято там свою лодку любимую как-то назвать красиво? Ну, некоторые называют, да, некоторые общаются с ними Ну, процедура такая с лодками всегда вообще, когда с воды выходят спортсмены Мы их протираем все, чтобы она сухая была Да, как за ней ухаживать? Ее нужно как-то хранить специально в каком-то месте? То есть, вот в эллингах они хранятся у нас, но так, чтобы она не рассыхалась И это от воды ее, конечно, надо протирать Основная амуниция гребца, велотрусы и футболка или гидрокостюм В прохладную погоду местно даже термобельон В судно байдарочники редко заходят голыми ногами Дабы исключить мозоли, надевают носки А вот канаистам все равно могут делать свои спортивные дела Хоть в обуви, хоть на босу ногу Давайте поговорим о самих соревнованиях Вообще, какие они бывают И, может быть, познакомьте нас с правилами Ну, у нас в основном 4 дистанции Это 200 метров спринт Средние 500 метров Тысячи И длинные это Или у женщин 5 километров У мужчин 10 километров На этих дистанциях Одиночки и двойки везде есть И 10 километров есть четверки И на 1000, и на 500, и на 200 Одиночки, двойки, четверки везде есть На всех дистанциях Ну, правило основное Чем быстрее ты грибешь, тем лучше Получается, нужен для того, чтобы проводить соревнования Нужен грибной канал И у каждого, как в бассейне, дорожка На лодку вешается флюгарка Это с номером И каждый подходит к своей дорожке В заплыве участвует 9 лодок Единовременно Да, и получается Каждый грибет по своей дорожке Если он пересекает соседнюю То он дисквалифицируется Понятно То есть никакой боевых действий во времени То есть там друг друга подтопить не может Боевые действия только происходят Когда длинные дистанции Свыше 1000 метров Это вот 5 километров Там 10 или марафон То там уже они скопом все идут Там кто во что гораст Там и врезаются И переворачивают Ну, соответственно Есть правило соревнования Если ты идешь впереди То тебе они должны мешать Если... В смысле не мешать? То есть не обгонять что-ли? Ну как? Ну не мешать Потому что можно носик лодки Под весло тебе засунуть Или тебя развернуть Ну коснуться тебя Кто касается Значит это уже нарушение считается А если лодка сломалась? Я не знаю Есть там... Бывает и ломаются и рули И лодки ломаются И весла ломаются Ну, в правилах написано Если ты перевернул И просто ты можешь перевернуться Что-то там задумался Или волна пошла какая-то Ой, у нас еще один Интервент Если ты сам самостоятельно Ну в основном это на длинных дистанциях Если ты на короткой перевернулся И даже в лодку смог залезть Ну, ты уже не догонишь там То есть пидстопа никакого нет? Да, но на длинные можно В принципе Если ты перевернулся Ты сам самостоятельно вылез на берег Залез опять в лодку И продолжил гонку То тогда это не возбраняется Что касается нашей материально-технической базы Я знаю, что мы не можем проводить у себя В Ульяновске крупные соревнования Что мешает? Ну вот я уже говорил Что для того, чтобы проводить соревнования Всероссийского уровня Должен быть грибной канал У нас его нет Если вот свягу почистить То тогда можно и проводить Должна быть ровная дистанция Ну, 1200 где-то вот так И чтобы установить дорожки Как я вот говорил Каждая дорожка где-то 9 метров Вот 9 на 9 Где-то ширина должна быть Реки, значит, 80-90 метров Давайте поговорим о мужской и женской гребле Отличаются ли как-то эти виды спорта? Может быть, правила, не знаю, чем-то отличаются? Или бывает, я читала, что есть еще миксовые вообще команды Где и мужчина, и женщина Где эта грань, где различия Вот об этом Ну, изначально В байдарке и каноэ Мужчины и женщины гребли Но сейчас то же самое В каноэ только мужчины Но сейчас, так как у нас Гендерные у нас все вот это вот идет И уравняли тоже женщины Где-то лет 8 уже на каноэ грибут И вот в Токио В Токио должны уже на Олимпиаде тоже женщины выступать на каноэ Сейчас пока пробные делают Ну, на всяких таких международных просто соревнованиях Миксы И вот хотят тоже начать в мир уводить уже А как решить, кто главный? Женщина? А здесь нет Или мужчина? Они как это? Как рождаются вот эти вот тандемы, скажем так? И в четверках в том числе? То есть Тут получается У нас технический вид спорта Техника много значит Не то, что бери больше кидай дальше Как это Это раньше были грибцы Такие под 2 метра И все глыбы Вот А сейчас в принципе-то Мельчают нынче грибцы Мельчают, да Ну и техника меняется И соответственно Тоже должны они подходить друг к другу И их техника должна подходить Некоторые могут подстраиваться По других Некоторые нет Здесь главное В экипажных лодках Крести в такт Чтобы никто никого не пережал Вместе весло Опускать Потому что если кто-то начинает Раньше или позже То уже Раздисбаланс идет И уже и лодка не идет И можно даже вывалиться Перевернуться Скажем так Ну у них получается тоже Капитан главный, да? Он как называется? Ну нет В основном Первый номер, который впереди сидит Загребной От него все Все смотрят на него Уже давно стала практикой Плавать в одной лодке Целой семьей В столице четвертый год подряд Проводится коммерческий турнир Где помимо ветеранских заплывов Участвуют семейные экипажи Отец плывет с сыном Дед с внучкой Вот вам некий привет Из Советского Союза Мама, папа, я Спортивная семья То есть тема преемственности В принципе в гребле Приветствуется то, что отцы Потом затягивают своих детей В основном Даже вот так По наплыву детей Да, кто раньше занимался греблей Они все равно своих детей ведут И большой наплыв как раз спортсменов Вот как раз По преемственности Как раз таки С какого возраста Можно начинать Вообще самые юные соревнования Со скольки лет Вообще можно начинать заниматься этим Начинать с 10 где-то Ну это наверное типично Пока не крепкостный Ну да Потому что у нас силовой вид спорта Все равно Когда в 10 лет они приходят И лодка для них большая Просто как Общефизическими упражнениями И так на координацию Чтобы для того Чтобы научиться Ну все равно где-то Года 2 надо Чтобы равновесие подержать Как у нас вообще дела обстоят с этим Кто больше сейчас увлекается Среди Кого это популярнее Скажем так У нас Среди молодежи в основном Это где-то до 18 А уже старше все равно Как сказать Ну нужно Нужно спортсмена стимулировать Потому что уже у некоторых семей появляются Или работать Или тренировать все равно Это уже Когда Старше 18 Все равно Это как работа уже идет Получается Потому что тренировки проходят Утром, вечером Иногда и зарядка еще Это Часа 4-5 Ты даже может и 6 Тратишь На греблю Там уже работать некогда Спорт в принципе у нас Зрелый Средний возраст чемпионов мира Это где-то 30 лет Так что вот смотрите Некоторые есть Бывает В 40 выступают на олимпиадах Главная И самая важная часть тела грибца Самая важная Мозг Ну мозг нужен конечно 90% мышц задействованы в гребле И ноги тоже И руки И спина Но в основном Работают крупные мышцы Это ноги и спина А остальное уже как На подхвате Как-то работаете над дыханием? Ну над дыханием Кроссы бегаем Лыжи Лыжи Лыжная подготовка Кроссы А вообще объем легких Как-то важен в принципе Может быть человек Даже не за счет того Что он физически подготовлен А то что у него Ну дыхалки хватает Это как-то играет роль Что здесь перевес какой-то Или это Ну здесь в совокупности Даже Как сказать Еще здесь очень важно Чувство воды Что Ты поймал вот это чувство Потому что есть здоровые приходят Но они рвут воду И лодка не идет у них А я щупленький пришел Как сказать Зацепился за воду И оттолкнулся веслом от нее И лодочка у него полетела А что значит рвать воду? Грести агрессивно? Как это понять? Да, надо аккуратно зацепиться за нее Вот тоже разговор у нас был Вы про весло говорили Как каждого в зависимости от веса спортсмена Лопатка вот эта вот весла Она зависит Большая, маленькая И там вот надо все регулировать Все вот это вот Индивидуально Важно ли грибцу уметь плавать в принципе? Конечно Это самое первое Что должно уметь плавать То есть в жилетике нельзя? Нет Почему? Или как у вас там? В жилетах? Наоборот Детишки приходят в жилетах Все у нас в жилетах Это по технике безопасности даже Что может помешать Именно хорошему скольжению по воде Скажем так Потому что они грибут с одной стороны Если ветер не с их стороны дует Лодку постоянно заносит в другую сторону И отруливаться приходится Много сил на это тратить И соответственно у грибца С какой стороны ветер У него преимущество есть Все-таки три главных качества Профессионального грибца Вот прям три Трудиться, трудиться, еще раз трудиться Только труд Терпение и труд Все перетру Да, конечно Без этого никуда все равно У нас как такой лошадиный вид спорта В принципе-то И здесь И постоянство Должно быть постоянство Если все равно Когда ты пропускаешь Неделю, две, три А если месяц То ты уже откатываешься намного назад И то, что Та работа, которую ты проделал Например, три месяца Ты пахал И потом ты Первые в две недели Ты откатился назад Не на две недели А на три месяца На эти же Как ни крути Грибля начинается на суши Оттачивают мастерство байдарочники На специальном грибном тренажере Который зимой является Обязательной частью Рациона поддержания формы Железный снаряд Помогает включить работу Нужной мышцы Поставить корпус Для новичков Это еще хороший способ Понять Как правильно работать Когда в руках весло Начинаем Да Грибок Угу Вот Примерно таким образом Тренер показывает Положение рук Положение корпуса Также Как вы заметили Здесь есть ролики Тележка двигается Это как раз таки Для регулировки усилия То есть Сзади Вешаются блинчики И В зависимости от Необходимой нагрузки Прибавляется Количество блинчиков И для каждого Спортсмена Все индивидуально Спереди Там тоже есть рычаг Он также регулирует Усилия И нагрузку На таких тренажерах Обычно в зимние дни Проводятся соревнования По гребле в оффлайне Или онлайн режиме Что популярно Особенно в последнее время Ну это не так легко Вообще Я все равно не еду Вот так На месте То есть Вот эту руку Я сгибаю Нет Ее вы вперед Вперед Вот смотрите Вот у вас передняя рука Вот вы за ней тянетесь Пробуйте делать грибок Да-да-да И пробуйте Сильно-сильно Раз Я не еду На дрищ Рещ О, во, я немножко чувствую Да-да-да Только Только Корпус должен Плечи стоять Должны Так наклоняться Не надо Как должен Корпус вот так Параллельно По оси Вот попробуйте Резко сделать грибок Вот видите Я уже устала Мне уже нравится Мне кажется Прям похудеть так можно Да? Прекрасно И накачаться Я уже чувствую Все свои бицепсы Трицепсы И трапеции Трапеции Ох Ну все тут широчайшие мышцы спины работают Получается Все работает Да Перед тренировкой важно хорошенько размяться Чтобы избежать растяжения во время гребли Ну а новичкам без спасательного жилета Воду идти не советую Уж поверьте на слово Особенно тем, кто как огня боится воды Я, например У меня уже укачивает Нет Смотрите Смотрите Держитесь С передней частью Одной рукой за ногу На вторую кузову Ставите одну ногу Держитесь Выпирайтесь Вторую Садитесь Пять А я уже на этом этапе Дед упаду, да? Нет, не обязательно На этапе, когда вы вот так А можно я не буду отходить Вот смотрите Вот Я Пускай на туке У меня вот Где я всегда Уступаю Кринь Кстати, ограничений нет Ни по росту Ни по весу Для человека любой комплекции Найдется своя лодка Ну ты ноги туда подальше О А тут глубоко? Нет Ты маленько назад Еще сядь Еще назад О, все Вот, теперь удобно Все Я дальше не поеду Так, все, настроились Не, я не поеду Весло взять Особенно надо тут вот Веслом надо вот так вот Чтобы оно у тебя ходило Так Это страховочка Я же перевернусь Держи Вова, там вот так, да? Там не глубоко? Да, да, да Не, не, не Я не смогу И вот смотри Меня не толкайте Не, не, не Вот смотри Чтобы входило Оно должно вот так входить Здесь А здесь поворачиваешь Вот так Чтобы входило Главное Не бросай весло Нет Я не А можно просто Вот мне Да, можно, можно Можно Держу, держу Держите меня Нет С одной стороны Пока гриби Гриби с одной стороны А это вот так Я уже Так, давай Мы сейчас Знаешь, что сделаем? Я тебя вот так Разверну туда К флагу А тебя будут держать За корму Не бойся А ты будешь Я тебя буду держать А ты будешь грести Стой, 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 стой Стой Сейчас я тебе Помогите Ну все, давай В принципе, гриби У меня мало Размер Да? Ну тогда тебя туда Не паникуй, не паникуй Не паникуй Возьмите чуть-чуть Пошире весло Все Все вот так А как поворачиваешь? Руль же есть ногами В сторону Вправо, влево Его Ногами Ногами Палочку вот эту Палочка там Посередине Ну все Она посередине Ровно когда Это прямо Если вправо надо Вправо его Поворачиваешь Вот с правой стороны Надо больше разворачивать весло Чтобы Нет Нет Еще больше Не так Вот так Вот так Так Весло Не бросаем У вас вот так В общем Как вы поняли Сказать что я испугалась Ничего не сказать Так и боялась Пошевелиться до середины реки Забегая вперед Скажу Я таки не перевернулась Но в моменты за бортом Нужно моментально среагировать И перевернуть лодку Иначе Пиши пропало Где-то на дне реки До сих пор грустят Две затопленные байдарки Еще гриби 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 Ну Ну вот она разворачивается Уже Гриби поинтенсивней Гриби Гриби Ну все нормально Она у тебя Ты рулем Правой ногой Влево его Правой ногой Влево его До конца Вот Теперь и с другой стороны Гриби тоже Гриби с двух сторон Главное весло Не бросай Гриби 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 Нет Тормози Тормози С другой стороны С другой стороны Вот так вот Да Вот Так вот Не торопись Не торопись Вот так Вот Вот А с другой стороны Да Вот так Сюда А там в другую сторону, назад. Назад, назад. Вот. А теперь вперед с другой стороны. Вот. Тормози, тормози, тормози. Меня на самом деле трясет. Я хочу сделать кружочек еще раз, но мне безумно страшно. Я держусь на плаву благодаря вот этим крылышкам сзади. На самом деле я бы не удержалась и 5 секунд на воде. Но начинающий гребец рано или поздно перевернется 30-50 раз. Своего рода такое боевое крещение.